Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вам показать свои небольшие покупки из магазина FixPrice. Взяла набор из двух липких лент. По-моему, или 50, или 55 рублей стоил. И я периодически приобретаю, потому что бывает, что и мне скотч нужен, и детям для чего-либо нужен. И мне надо, чтобы он у меня всегда был дома. За 77 рублей приобрела набор декоративных гелевых ручек, в которые у нас входит 7 ручек. И это у нас ручки с черными чернилами. И взяла, потому что, например, не так давно дочке в школу была нужна именно гелевая ручка с черными чернилами. У них какая-то была проверочная работа по английскому, и велели принести черную гелевую ручку. И так как у меня у детей, уж не знаю как, но периодически констовары теряются, несмотря на то, что я стараюсь почаще покупать, то я решила, что надо брать именно набор, потому что в любой момент опять и дочке может, и сыну понадобится. И вот, увидев в фикс-прайсе именно с черными чернилами, я приобрела. За 25 рублей взяла набор губок для посуды. Здесь у нас 8 штук. Тоже периодически покупаю и такие, и большего размера. Нужная в хозяйстве вещь. Дальше покажу. Для младшей по 99 рублей взяла колготки. Они у нас идут, я ей беру на рост 104-110 см. Вот такие колготочки взяла, еще не открывали. Мне эти колготки нравятся. Они хорошо сидят на дочке, не сползают, не впритык, и при этом небольшие. То есть вот ей прям, можно сказать, идеально подошло. Здесь написано 4-5 лет, но у меня дочке 3 годика, и вот на ней прям они идеально сидят. Эти мы еще не открывали. И покажу те, в которых она уже ходила. Я их, правда, приготовила в стирку убирать, но я вам хочу показать просто рисуночек. Вот такие они серенькие. Ну, вот так выглядят. Красиво смотрятся. Такой, видите, здесь как бантик и горошек. Вот так сделаем. Знаете, на первый взгляд, неплохо они сделаны. Я колготки периодически покупаю, не только в фикс-прайсе. Ну, в садике дети играют и ползают там по ковру, пока там в машинке или во что-то играют. И бывает в раздевалке куда-то в грязь наступает. Вот знаете, колготки можно прям каждый день вот стирать. Вот, ну, я имею в виду вот сам вот низ у колготочек. Поэтому, ну, стараюсь почаще покупать. Также приобрела жидкое мыло. Я такое первый раз увидела. И оно меня привлекло тем, что написано, что сладкая черешня. Мне очень нравится аромат вишни, черешни. Поэтому я взяла. Стоило оно 55 рублей, по-моему. Ну, или 50, или 55, не больше. Как вы видите, здесь 750 миллилитров. Мне оно показалось, ну, вот, не прям жидким. Знаете, бывает прям вода водой. Ну, вот аромат пока не поняла. Я открутила, попробовала аромат. Вы знаете, я никакую черешню не чувствую. Ну, бывает, что, знаете, из флакона один аромат, а в процессе немного по-другому раскрывается. Поэтому я вам в пустых баночках потом расскажу, как это мыло было и по консистенции, и как отмывало, и какой аромат был. Ну, вот пока я не могу сказать, что прям приятный аромат. Он и не неприятный, но никакой вишни пока, черешню, вернее, я там не чувствую. По-моему, с тремя ароматами было подобное мыло. Ну, знаете, мыло у нас быстро идет. У нас мыло и в ванной жидкое стоит. Хотя там также в мыльнице всегда и твердое вот мыло лежит. И на кухне у нас жидкое мыло стоит. И в основном муж, конечно, в Ашане покупает. Но так как я все-таки люблю постоянно что-то новенькое пробовать, а не на одну, одним и тем же пользоваться, и на одну и ту же упаковку смотреть, я стараюсь периодически тоже что-то покупать. И покупки это у меня были все именно из фикс-прайса. Но я хочу вам в этом видео показать еще две покупочки из других магазинов, которые мне кажутся очень-очень милыми. И чтобы отдельно их не показывать, я решила вот показать здесь. Как вы знаете, у нас наступающий год, год кабана или год свиньи. И я решила в дополнение к подаркам также детям подарить по хрюшке. Тем более, что у меня старшая дочка как раз родилась в год кабана, ну, в год свиньи. И посмотрите в пятерочке, какую я купила прелесть. Я тоже на фото показывала, там были не только хрюшки, они были разных цветов. Стоила такая прелесть 299 рублей. Просто хочу вам показать, пока у меня детей дома нет. Такая информация. Посмотрите, как она вся красиво переливается. Ну, это как вот блокноты антистресса, а это свинка такая. Единственное, там были некоторые не очень как-то, как мне показалось, криво немножко пошиты. У некоторых много поеток отсутствовало. Ну, то есть это тоже, конечно, вот я думаю, вы видите, не прям идеально сделано. Ну, знаете, за такую стоимость, наверное, чего-то прям совсем идеального было бы, ну, странно ожидать. Мне вот именно она понравилась и по расцветке, и по качеству. Ну, и показала. Она такая, знаете, вот приятненькая, прям такая вот хорошенькая хрюшечка. Давайте вот так поставлю. И покажу вам еще другую хрюшку, которую я приобрела в детском мире. Они были там изначально разных расцветок. Ну, когда я попала в магазин, на них уже была скидка, то есть изначально они рублей 800 или 700 стоили. Потом на них была скидка, стоили они уже, давайте... А, вот у меня же есть тут цена, давайте покажу. Вот, изначально стоили 899 рублей. И со скидкой я покупала за 499 рублей. И вот на тот момент эта хрюшка была только одна. Она тоже очень понравилась моим детям старшим. Ну, младшая просто не была с нами в магазине. Ну, при детях я не стала покупать, чтобы сюрприз не портить. И взяла потом, когда одна была. Ну, вот были прям разных расцветок, и розовенькие, и рыженькие. Ну, мне показалось, это тоже очень симпатичный. Посмотрите, она вот прям как настоящая. Давайте я, если насколько возможно, отодвину штатив. Попробую, ну, или приподниму. Просто хочется, чтобы вы тоже эту прелесть увидели. Я, конечно, стараюсь сейчас не покупать игрушки, потому что у нас на самом деле много игрушек. Ну, дети есть дети, неважно какого возраста. Это, конечно, всегда, ну, как мне кажется, как дополнение к подарку, очень приятно получить также и какую-то игрушечку. Тем более такую симпатичную. Ну, очень так, знаете, реалистично этот поросеночек сделан. Вот такой, как какой-то мини-пик. Там у меня стоят флакончики, не обращайте внимания. Это я поставила, чтобы у меня фон совсем не заваливался. И, вы знаете, она прям такая какая-то приятная на ощупь. Такая какая-то тискательная, я бы так сказала. Ну, не знаю, мне самой вот нравятся игрушки. Конечно, кому-то, может, и глупостью, и детским садом все это покажется. Ну, я считаю, знаете, детство, оно у нас одно. И, ну, как-то говорить, все, вы уже большие, никаких вам игрушек, никаких радостей. Ну, я считаю, это неправильно. Если я взрослый человек, до сих пор люблю игрушки, то что тут тогда про детей говорить? Не знаю еще, кому какая свинка пойдет. Может, я еще что-то до Нового года куплю. У меня, например, младшая доченька, вот, пока, например, в куклы не играет, она любит мягкие игрушки. И в садиках берет, и спать с собой укладывает, и дома с ними ходит. Поэтому вот такая вот прелесть. И расцветка мне это понравилось. Мне еще, когда вот их много было, в двух вариантах понравились расцветки именно так. Они вот все такого дизайна были, такие одинаковые. И вот я вам решила показать. Сейчас, конечно же, все это спрячу, уберу, потому что уже сейчас и старшие дети придут, и за младшие пойдут. Просто решила поделиться. Может, знаете, вы тоже, потому что я, например, пока в детский мир не попала, не знала, что там подобные свинки продаются. И ходили мы, когда за одеждой, просто за одной игрушки посмотрели. И вот я только тогда увидела, что там вот продается такая прелесть. Ну, конечно, за 900 рублей я бы не стала покупать. То есть они мне очень понравились. Ну, когда я увидела, что 900 рублей, ну, как-то, знаете, даже за такую милую игрушку, мне показалось, это очень большая цена. Мне на самом деле и вот 500 рублей не кажется прям маленькой ценой. Ну, праздник есть праздник. Поэтому я все-таки решила приобрести. И вот такие у меня были покупочки. Это все, что я вам на сегодняшний момент, на сегодняшний день хотела показать. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Я, к сожалению, не успеваю вовремя ответить на комментарии, но я все комментарии читаю и потом стараюсь обязательно всем ответить. Потому что, действительно, я очень рада, что вы мне пишете. И на этом видео заканчиваю. Всем огромнейшее спасибо и до новых встреч, до новых видео.